Поместим в замкнутый сосуд при определенной температуре и давлении некоторое количество жидкости, в нашем случае жидкого углекислого газа, и станем этот сосуд постепенно нагревать. Жидкость будет испаряться, а также параллельно претерпевать тепловое расширение. В данном видео количество жидкости подобрано так, что оба эффекта компенсируют друг друга и объем жидкости не меняется. Но масса ее при этом уменьшается за счет испарения, а значит и плотность тоже будет уменьшаться. Плотность же паров жидкости над ней наоборот растет. Масса увеличивается из-за испарения, а вот объем снова-таки остается неизменным. Наконец наступает момент, когда плотности жидкости и ее паров сближаются настолько, что сложно становится понять, где заканчивается газ и начинается жидкость. Мы видим это своими глазами. Граница двух фаз размывается и исчезает. Если нагрев продолжить, то мы придем к ситуации, в которой всякое различие между газом и жидкостью исчезнет совсем. Сосуд заполнится однородным веществом, которое не будет являться ни газом, ни жидкостью, а чем-то средним между ними. Все параметры этого вещества, включая плотность, вязкость и типопроводность, будут являться нечто средним между жидкостью и газом. Сочетание значений температуры и давления, при которых стирается различие между жидкостью и газом, называют критической точкой, а получившееся вещество сверхкритическим флюидом. Если сосуд остудить, то флюид конденсируется и перейдет в жидкое состояние. Если же уменьшить давление, то флюид испарится и станет газом. Для воды критическая точка достигается при 374 градусах Цельсия и давлении в 218 атмосфер. Для углекислого газа речь идет о 31 градусе и давлении в 73 атмосферы. Кстати, такие условия реализуются в нижних слоях атмосферы Венеры, так что ее состоящая преимущественно из углекислого газа атмосферы находится в состоянии сверхкритического флюида.